всем привет ребят вот только вот только выехал с работы а уже солнце садится пол шестого ужасно ужасно хочу спать и сейчас нужно будет всех успеть до темно покормить не знаю как это у меня получится но нужно привыкать к новому графику еще обещают что переведу ну как обещают из года вот переводят время на зимние и и сказали вот только что посмотрел в интернете что сказали не будут переводить на на летнее время то есть перейдем на зимние и не перейдем на летние получается что с москвой у нас время поменяется киевская с московским так на час разница и будет потому что сейчас на своем одинаковое сегодня в обед ездил ездили в город ну в обеденный перерыв я мы позавчера с другом отвезли поддон масляный картер двигателя на черри кима на машину жены там она немножко треснула и все масло выбежала не знаю ударились в общем чтобы заварили аргоном но по ходу там такой специалист что в общем он переварил перевариваться ли так три раза и вот сегодня мы поехали и он говорит что нет у него не получилось она все равно течет и так мы его не забрали после после работы друг опять поехал в горы по своим делам и должен заехать посмотреть заварили они его или нет в общем это стоит 400 гривен а новый стоит около двух с половиной тысяч гривен то есть дороже намного поэтому если у них получится все-таки заварить то дай бог чтобы они его заварили ну и по ходу купил еще два килограмма чеснока нашел дешевый вот пришел по рынку заходил за банками купил еще литровый банок на зеленые помидоры и купил резиновые сапоги скоро повода испортится падают пойдут дожди а прошлогодние у меня драны и еще вот тоже в каждом видео спрашивают кем я работаю для новых своих подписчиков я вот работаю здесь морозок вот пока с вами разговаривал я уже и доехал почти домой вот сейчас будет наша улица и ну вот вот уже и наша улица где мы живем ну как живем где живет все мое хозяйство и я работа технологом по производству компоста для шампиньонов грибы на нашем предприятии не растут мы делаем только компост уже делаем ну то есть засеянный компост мицелиям его нужно только положить на полке у нас готовый компост 3 фазы вот нужно только положить на полке засыпать покровкой ну то есть покровным грунтом и и всего не ждать грибов которые будут которые будут через три недели после того как его покрыть покровной почвой так что вот такие дела ну сейчас вот уже подъезжаю вот уже наш дом наша улица то есть вот буквально три минуты от работы и я дома еще вот как раз купил о боже ступала сейчас укропа уже у нас нету купил укропа для этих же зеленых помидоров там нужен укроп петрушка ну то есть зелень и это и чеснок и горький вот еще у меня не зажига не работает ключ зажигания тоже купил новый не поворачивается вот если посмотреть не поворачивается ключ другую сторону сейчас поменяю где взял новый не найду в общем вот коробочек выключатель зажигания купил новый совершенно недорогой вот такой же у меня в жигулях будет новый выключатель зажигания но сейчас сейчас я покажу 12 баночек и вот такие резиновые не как не из пены а хорошие резины обычные резиновые сапоги так как думаю что пойдут дожди и будет немножко каши во дворе в общем сейчас пойдем управляться сейчас буду пытаться еще пустить одну крольчиху к самцу уже было покрыто 3 . жужа . жужа и звездочка а сегодня попытаюсь покрыть или беллу или шушу ну вот так в общем пойдем вместе со мной спрашивали как долго будет у нас жить бублик бублик у нас еще поживет где-то месяц он вот такой уже толстый большой большой мальчик вот так и хороший говорили что он очень у них очень тонкий подшерсток и как они себя чувствует зимой хорошо они себя чувствуют у них в будке будет лежать шуба они хорошо на ней лежат и им тепло не знаю ну что даже его не заберет до весны посмотрим ну вот такой хороший хороший бублик вот такие красивые сапожки я конечно еще шортах уже не по погоде это но пойдет вот вчера закрывал по плечу как вы помните кто меня смотрел и вот эти отходы сейчас отдадим вот этим уткам утки очень любят помидоры это им сейчас на три секунды но сейчас нужно напоить бурьку буянчика дать кроликам а пока вам покажу вот эту красавицу посмотрите какая красотка очень красивая утка сейчас я им уже перестал лить воду потому что очень холодно малышня купается и воду я им только даю вот в эти поеду то есть кормушки я лью немножко воды ну и в общем сейчас вам это покажу мне пишут что борька стоит на очень коротком цепку если ему стоять ближе к колесу то цепок совершенно не короткий ему хватает ровно стоять но он всегда вот так подойдет сюда натянется и вот прям натянет вот так голос смотрите это черт уже они бык смотрите если его отвязать у нас всех поубивает я его не буду отвязывать уже узнавал почем у нас мясо ну то есть почем у нас живой вес нам за телят вот такого веса в нем около 350 килограмм нам дают по 35 гривен ну вот посчитайте это около 10 тысяч гривен за вот такого бочка в прошлом видео когда показывал буянчика его не было видно потому что уже было очень темно буянчик вот такой мальчик уже звонили человек наверно три по объявлению хотя она уже не выходит в газете то есть завтра уже выйдет новая газета в которой уже объявление не будут но нам звонят по объявлению спрашивали какой у него вес ну и я не могу так сказать но мне кажется около килограмм ста то ему три месяца и мне кажется в нем килограмм сто вот такой красивый маленький белоголовый бычок походу его никто не заберет и он останется у нас он помидоры уже поели и следа не осталось киш утки на самом деле больше купаются чем пить хотят сейчас дам бычку не лезь не лезь утка сейчас в ведре накупается и бурька не будет пить на все наводка еще не доел сегодня не буду ложить ему тюк пусть доедает он столько переводит сена что пить хотел сейчас наверно ведра 3 и выпьет а может и не выпьет погода не жаркая может и не захочет уже вот наверно и 2 не будет вот так вот и вся вода для уток вот так сколько раз даю корма столько раз и лью воды потому что если они сейчас будут купаться вот здесь сделать болото то они все померзнут и папе позаболевают а что еще хуже по умирают и и также во вторую поилочку успокойся на на давай насыплю на и вот так прям в воду и в одну и во вторую вы мне сейчас скажете что это мало нет не мало две кормушки хватит они сейчас сидят я еще насыплю и налью и еще раз насыплю и налью и они все будут сухие накормлены и напоены в общем соорудил свою приспособу сейчас на дроблю буду дробить вот ячмень пшеницу и кукурузу как и говорил мы с ванюшкой навеяли вот такая чистая кукурузка без колючек потому что колючки горькие ну вот так она запускается ой не запускается нужно в резетку сначала втыкнуть а потом запускать и вот так сюда очень много влазит и будет дробиться вот так полная дна нет ни одного ни второго выграю так она сейчас будет дробиться минут наверно 15 а я пока успею дать кроликам уточки все вроде нету смотрите нет слезящимися глазами ни одного вроде выболились умер еще один утенок то есть в общем за все время пока здесь сидят утята пропала 4 штучки остальные хоть и маленькие они так как здесь прохладно ничего не отапливая вот они вот такие манюсенькие а уже начали оперяться то есть это будут вот такие манюсенькие бдюшные уточки но я конечно их оставлять не буду они все уйдут в теплые края но ничего главное что они выболелись вот сейчас буду принесу и водички корм они вон едят три дня третий день они едят дробленку но нужно все таки и мисотка посыпать старт он у меня еще есть поэтому можно покормить сейчас им принесу водички поставлю и принесу кроликам водички потому что они тоже хотят пить вот это погуляла вот смотрите записал 22 09 сегодня 24 вчера никого не покрыл потому что спешил на стрижку но сейчас можно пустить шушу шушу пустить до стёпы и посмотреть она все выдела пустая у нее клетка нет ни соломинки сейчас давай заберем баночку и посмотрим не знаю она ведет себя как будто она покрыта хотя я уже третий раз пускаю они одной из садки не было ни одной во 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 сейчас ну вроде же стоит хорошо стёпа так себе кролл не получилось у него ничего хотя стоит правильно сейчас посмотрим звездочка пытается выкинуть баночку прогрызла всю сетку решетка была такая тоненькая нужно ей забить новый потому что звездочка покрытая когда будут новые крольчата то чтобы они не повываливались ну в общем сейчас подожду будет дело или нет в общем почистил и у нее в клетке и у звездочки почистил и вот этих двух молодых девочек которые кстати без имени и в общем это прошло я на это тратил пять минут и за пять минут он ничего не сделал я кроликов без внимания не оставляю то есть самок у самца не оставляю потому что мне нужно точно знать была садка или не было если я уйду а садка была то это хорошо если я уйду и приду и буду думать что садка была ее не было то есть и самец не покрыл крольчиху поэтому я так не делаю мне нужно знать то есть я сейчас забрал мне нужно сходить по воду поэтому я крольчиху отсадил обратно сейчас принесу воды и кроликам и уткам и тогда опять ее посажу на место и если все получится то это будет под моим присмотром и я тогда буду знать покрыта крольчиха или нет на данный момент у меня покрыта всего три оттянуть эти никогда не дают нормально поставить я вот здесь где стоит поилка подстилаю очень редко утки спят вот здесь на сухом и вот туда под клетку лезут там сухо поэтому ничего страшного вот почистил у это у ночки потому что она начала в там в углу рыть а где они ходили в туалет она там начала в углу ведь потому что она всегда там кролиться в том углу и скорее всего она уже чувствует себя покрытой ну то есть укройной и наверное уже готовит тот уголок для крольчат ну в общем принес воды корм у нее есть а водички можно поставить теперь когда она одна в клетке ей хватает двух баночек в день то есть даю утром и вечером и все сейчас нужно и это покрыта так что с этими мамками уже все хорошо дай бог что перед покрывать ну то есть перегуливать они не будут все поели видите и тут съели все и там все съели сейчас насыплю еще раз и так за вечера раза четыре то есть пока пока они не найдятся а они такие едоки что уже вот и не хотят вот смотрите все все помидорки все перцы поели и довольны вот так водички и вот так пойдет вот уже так как горько есть сено и буянчик есть сено да и коровы уже ходят только на полдня на пастбище то сено уже идет вот хорошо смотрите вот уже половину сена которая была на улице они они съели сейчас возьму тюк мне надо взять кроликом ну нужно выбрать какой-то целенький чтобы мне было удобно донести вот такой хороший тюк вот этот брезент одноразовый ну такой как мешки он на на солнце на ультрафиолете разваливается вот ему четыре месяца скорее всего или пять и в общем вот ему уже хана но ничего в течение месяца до кормим вот это все что на улице и он уже не нужен будет можно будет убрать налил водички вот этим двум красоточкам которые сидят вот здесь клетки и и беляне тоже у нее только что поубирал вот положил есть свеженького сена поставил водички и зерна наделка крупная она моложе вот этих намного но она размером почти такая же так что вот такие дела еще вот пойму помимо этих уток которые сидят вот здесь прям под кроликами здесь вот еще сидит уточка с утятами эти утятки немножко помало поменьше возрастом но они тоже очень хорошо растут у них только что тоже поубирал подсыпал им свеженького сухенького сухенькой таких ну то есть разной тырсы от ну передробленная сена в которая выпадает у кроликов она сухая и они на нем хорошо сидят она тепленькая ну то есть меня спрашивают какую температуру держать в сарае где сидит минут птица до взрослая птица может жить и при минусовой температуре спокойно лишь бы она сидела на сухой подстилке и не было сквозняков сквозняки и сырость это главный враг птицы поэтому какой бы ни был у вас мороз в сарае главное чтобы они были сухие здесь помещение не отапливается и температура внутри точно такая же как и на улице днем на улице бывает выходит солнышко а здесь нет то есть сарай бывает даже еще холоднее чем на улице но птичка чувствует себя нормально потому что она на сухом то есть вот здесь конечно где водичка будет лужа но они возле нее никогда не сидят а сидят вот так вокруг на сухеньком они до сих пор едят старт и этот малый эти малыши будут старт есть дольше чем месяц потому что они идут в зиму они будут есть старт месяцев до трех вот этим тоже насыпал сейчас старта там на дне осталось еще кукуруза но они и доедят кукурузка с пшеничка дробленка и вот будут есть стартовый комбикорм потому что утятки маленькие вот они когда пьют выкупываются все и им нужно больше энергии для того чтобы и расти и себя согревать ну все сейчас водичку и корм вроде поставил все вот это не поставил почистил у нее а водички не поставил да вот она на свеженьком сине что-то там выбирает сейчас ей нальем воды вот так и пойдем на второй двор уже начало темнеть срочно нужно поменять сетку пока я управился здесь не успел сходить на второй двор а уже начала темнеть вот смотрите все солнца нету и темно бурька вон стоит что-то опять попрошайничает сейчас ему еще насыплю дробленки все вот птица наелась кормушки с дробленкой полные и это полная и это то есть ни воды ни еды никто не хочет вот это никто эта птица никто не заходит в сарае это вся ночует на улице мне невозможно ее загнать потому что ее очень много и она вся бежит в разные стороны она не привыкшая она вся ночует на улице ну дай бог немножко поубираем вот этих кряколок всех уберем лишних лишних я вот тех которые с хохолками красоток вот вот этих вот я их буду оставлять их наверное штук 6 и вот одна и вон дальше и вот черненькая рядом в общем штук 5-6 привезу им молодых селезней ну молодых чужих селезней от соседки и все а вот этих всех лишних нужно убрать ну пойду на второй двор в общем пока управился уже тьма 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 темнота вообще ничего не видно по убирал вот здесь сейчас утяток налил ему чистенькой водички поставил комбикорма здесь с утятками все хорошо их 50 штучек они под инфракрасной лампой у них тепло и все до одного целое то есть им конечно но не скажу то что там тесновато просто то что лампа одна а их 50 штук а ну то есть их получается кучка большая и не как бы все тулятся под лампу и получается такая большая лепешка но пока вроде нормально нужно будет уже накрывать их одеялом так как в доме становится прохладней и чтоб у них тепло немножко сохранялась уточка вообще их не накрывает она сидит рядом они все сидят под лампой ну пока я же говорю все у них хорошо вот постелил им новые сухие опилки еще нет семи часов а уже вот такая тьма ничегошеньки не видно гуси его там где-то гуляют сейчас буду загонять эти цыплятки тоже у мастились спать курочка с петушком так сидели так и сидят вот видите по досточке вот так досточку поставил теперь им удобненько они вот так все поднимаются по досточке стой со второй курочка они пока сидят хотя она уже тоже занеслась вчера было снесено два яйца все ребят пойду сейчас насыплю поросятам насыплю цыплятам на утро чтобы просто открыть сарай и у них была еда и вода и буду идти домой сегодня помидоры закрывать не буду потому что ужасно хочу спать они зеленые ничего с ними не случится закрою завтра ну всем большое спасибо за просмотр всем пока